Друзья, приветствую вас на канале Елена Мерсемяна Цветов. Почвопокровные многолетние растения в саду стали незаменимым элементом декора цветников, клумб, дорожек и газонов. Пестролистные или красиво цветущие почвопокровные многолетники станут отличным украшением бордюров клумб и робаток. Они не требуют особого ухода, а также сохраняют влагу в почве и препятствуют агрессивному прорастанию сорняков в цветниках. Особенно почвопокровные растения незаменимы в посадках с весеннецветущими луковичными, чтобы позже прикрыть их увядающую листву. Живописно в обрамлении клумб вдоль дорожек и на альпийской горке будет смотреться колокольчик горганский. Он зацветает в июне и цветет примерно 2,5 месяца. На вид это хрупкое растение, но это ему не мешает хорошо разрастаться. На побегах появляются многочисленные голубые или синие цветки в форме звездочек диаметром примерно 3 см. Если не давать этому колокольчику разрастаться вширь, то можно получить красивый шарообразный кустик высотой до 20 см. Колокольчик горганский ценится за длительное и очень обильное цветение, а также за способность быстро разрастаться и заполнять пустое пространство в цветнике. После цветения кустики не теряют свой декоративный вид, стоят зеленые пышные куртинки. Растение обильно цветет только на солнце, в полутени цветочки будут единичные. Растение морозостойкое, но в бесснежные холодные зимы может частично вымерзать. Летом он быстро восстанавливается. Колокольчик предпочитает нейтральную либо слабо щелочную почву. Не любит застоя влаги в почве, поэтому лучше всего его сажать на приподнятом месте. После цветения обрезай все вытянувшиеся побеги. И до осени кустик стоит опрятный. Хорошо растет на рыхлой питательной почве. Дополнительных подкормок ему не требуется. Отлично подойдет для посадки на альпийской горке, на переднем плане цветников и клумб, вдоль дорожек. Чаще всего размножается делением куста. Очаровательная мыльнянка станет украшением переднего плана цветников, миксбордеров, альпийских горок. Очень неприхотливый многолетник. Стала популярной у цветоводов за обильное и пышное цветение. Она растет в виде густых пышных подушек высотой до 20 см. С распростертыми побегами. Цветение длится с июня, практически все лето с перерывами, в зависимости от ухода за ней. Она отлично прикроет пожогшую листву тюльпанов и других весенне-луковичных. Иногда после неудачной зимовки мыльнянка может вымокнуть или выприть. Но она легко восстанавливается, благодаря самосеву. Размножает мыльнянку семенным способом. Семена можно сеять сразу в грунт по зиму, а также весной сразу после прогревания почвы. Можно сеять сразу на постоянные места или в проничках. А также можно выращивать рассадным способом. На рассаду семена высевают в марте и присыпают небольшим слоем почвы. Семена быстро прорастают при ярком освещении. Сеянцы достаточно быстро развиваются. В мае рассаду можно будет высадить сразу на постоянное место. Семена часто встречаются в семенных магазинах. Мыльнянку высаживают на расстоянии 30 см друг от друга и от других растений. Так как мыльнянка подвержена выприванию, то стоит тщательно подготовить место посадки. Тогда она будет долгие годы радовать обильным цветением. Следует кустики высаживать на солнечном месте. Также подойдет легкая полутень. Мыльнянка лучше всего развивается на почве, богатой кальцием. Поэтому при посадке нужно добавить известь. Почва должна быть рыхлая, бедная, с хорошим дренажем, чтобы не было задержки влаги возле корней. Длительность цветения напрямую зависит от полива. В засуху растение быстро отцветает. После первой волны цветения нужно произвести обрезку кустика и следить за влажностью. Тогда она зацветет снова. Растение лучше поливать реже, но обильно. Достаточно будет производить обильный полив 1-2 раза в неделю. На зиму мыльнянку обрезают до уровня почвы. Укрывать растение не следует, так как это повысит риск выпривания. Мыльнянки очень красиво смотрятся на склонах и в обычных цветниках. Способны оживить газоны и бордюры цветников. Самые эффектные растения из всех видов мыльнянок – это мыльнянка базилика-листная. Мыльнянка станет красивым цветовым пятном в композициях с камнями или декоративно-листыными растениями, такими как розы и другие декоративные кустарники. Красиво будет смотреться в компании с хостами, ибересами, тимьянами, камнеломками и шалфеями. Оцена буханана является редким многолетним морозостойким растением. Она вечно зеленая. В ландшафтном дизайне ценится за необычность внешнего вида. Это почвопокровное растение высотой всего 5 см. Стелится по земле, образует плотные вечно зеленые коврики. Цветет в июне. Цветы собраны в необычные пушистые шаровидные соцветия диаметром 1 см. Часто используются в качестве газона или для заполнения пустого пространства между плитами садовых дорожек. Хорошо подходят для украшения ракариев и альпийских горок. Цветущий ковер из оцены имеет необычную фактуру. На фоне оцены всегда интересно смотрятся другие садовые цветы. После цветения появляются шиповатые плоды, которые тоже придают необычный вид растению. Это растение достаточно легко вырастить, в уходе неприхотливо. Отличается очень быстрым ростом, поэтому возможно ее придется ограничивать обрезкой побегов. Так как растения ползучие, то при соприкосновении с землей стебли легко укореняются. Оцена будет прекрасно себя чувствовать при выращивании ее практически на любой почве. Она должна быть рыхлой и плодородной. Не должно быть застоя влаги. В таком месте лучше добавить дренаж при посадке. Место для посадки предпочтительно солнечное, либо в небольшом затенении. Оцена является морозостойким растением, если находится под слоем снега. На случай бесснежных зим, на зиму растение лучше укрыть лапником. Живучка ползучая, быстро разрастаясь, образует густой ковер. Это достаточно неприхотливое растение. Существуют различные сорта живучки, отличающиеся по расцветке листвы и соцветий, а также по форме листвы. Живучки прекрасно растут как на солнце, так и в тени. Хорошо переносят засуху, перевлажнение и бедную почву. Сочетаются со многими растениями в цветнике. Живучку можно посадить к луковичным, таким как лилии или крупные луки. Тогда получится двойная польза. Весной живучка обильно цветет, затем прорастают луковичные. После их отцветания и отмирания стеблей и листвы останется яркий красивый коврик. Живучку можно сажать весь сезон. Посадив ее весной, за лето из одного растения вырастет небольшая куртинка. После того, как растения приживаются на новом месте, они растут без ухода. Высота живучки во время цветения около 20 см. Она остается декоративной на протяжении всего лета за счет пестрой листвы. Живучка незаменима, если необходимо в короткий срок задекорировать пустой участок почвы с минимальными трудозатратами. Также она подходит для оформления альпийских горок, пространства возле дорожек и бордюров клумб. Из нее можно сделать хороший газон. В тех местах, где не растет газонная трава, живучка отлично задекорирует пустое место. Ее можно высаживать под деревьями. Цветет живучка в первой половине лета, в течение 1-2 недель. Размножается живучка делением куста и семенным способом. Из семян, как правило, получаются экземпляры с обыкновенной зеленой листвой. Они очень устойчивые и неприхотливые. Декоративно-лиственные живучки размножаются только вегетативным способом. Живучка сочетается с хостами, папоротниками, ирисами, дельфиниумами и другими растениями. Следует помнить, что живучка довольно агрессивные растения. Поэтому в качестве соседей лучше выбирать растения, которые смогут отстоять свою территорию. Ясколка войлочная украсит бордюры клумб и цветников. Станет красивым украшением дорожек. Ее можно высаживать под деревьями или между кустарниками. Ясколка войлочная подойдет для обрамления клумб с высокими многолетниками. Такими, как флоксами, лилиями, ирисами, пионами. Она быстро разрастается и заполняет пустые пространства серебристо-белым ковром. Если в бордюрах были посажены тюльпаны, то она отлично задекорирует непривлекательный вид пожелтевших листьев. Это растение засухоустойчивое и неприхотливое. Она станет красивым фоном для ярких цветов. Высота ясколки около 30 см. Цветки мелкие, диаметром 1 см. Цветет с мая по июнь. После цветения остаются красивые плотные дернинки с серебристой листвой. Она красиво оттеняет любую зелень и яркие цветы. Подходит для солнечных цветников и сухих мест. Легко размножается семенным способом. Семена можно сеять сразу в грунт. Они прорастают при температуре плюс 20 градусов. Спасибо за просмотр! Ваши комментарии очень важны для продвижения ролика и поддержки канала. Поэтому, если ролик вам понравился, поставьте лайк и напишите любой комментарий или можете просто поставить плюсик под роликом в комментарии. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. А также подпишитесь на канал и мой инстаграм, чтобы не пропустить выход новых роликов.